Всем привет! С вами Ефимов Евгений и сегодня мы снимаем долгожданную обучалку на элемент вашей мечты Перелет углом Очень много людей писали в комментариях, что хотят увидеть обучалку именно на этот элемент И это свершилось, так что друзья, спасибо за поддержку, вы просили, мы снимаем В этом видео я объясню три различных способа выполнения перелета углом, а также подводящие упражнения, с помощью которых вы сможете выучить этот красивый, зрелищный, динамичный элемент Многие атлеты делают перелет углом с двух верхних хватов Это не всегда удобно, потому что в двух верхних хватах ваши руки будут соскальзывать с турника Самый оптимальный и удобный вариант это делать перелет углом в разнохвате Если ноги поворачиваются влево на перелете углом, то обязательно берем левую руку нижним хватом Как вот в моем случае, мое исполнение Если вы крутитесь в другую сторону на перелете углом, то соответственно берем правую руку нижним хватом Это самый легкий и оптимальный способ изучения Назовем его способ номер один Второй способ исполнения элемента перелет углом это делать его со стойки, то есть с луны Когда вы заходите в луну, вы резко меняете хваты на разнохват и перелетаете. Там у вас много инерции, и сделать довольно-таки просто сам элемент, но сложно удержаться вот в этой луне, да это довольно-таки еще и страшно. Поэтому более сложный вариант, вариант номер два. И переходим к третьему варианту исполнения. Мой любимый вариант, я его вставляю в комбинации, это очень удобно. Когда вы делаете оборот вперед, отталкиваетесь, хватаетесь разнохват, вот скрестный разнохват, и перелетаете турник. Я объяснил вам три варианта исполнения этого элемента. Конечно же, вариантов существует намного больше, и ограничивает это все только ваша фантазия. Поэтому придумывайте что-то новое, это всегда интересно. И поехали к изучению. Для изучения подойдет нам лучше всего первый вариант, потому что он менее опасный, и его изучать можно будет постепенно по стадиям, по мере усложнения. А все остальные варианты вы сможете выучить потом, когда вы уже научитесь сам элемент перелет углом. Мы разобрали, по какой технике мы будем изучать перелет углом. Это с обычной раскачки перелетаем, беремся разными хватами. Теперь самое важное, начнем подводящее упражнение. И первое, что вы должны выучить, первое подводящее упражнение, это хорошая раскачка в разных хватах. Смотрим. Так, я буду перелетать влево, поэтому левая рука, нижний хват, правая, вверх. И с согнутых рук беру вымах вверх. Вот такой кач вы должны выучить. Обязательно. Одна рука нижний хват, другая верхний, потому что когда вы начнете лететь назад, нижний хват не даст вам слететь. Если будут две руки верхним, вы можете вот так просто сорваться, это не очень удобно. Так, первое, учим вылет еще раз. В принципе, такого нам достаточно. Второе подводящее упражнение, это делаем ту же самую раскачку, тот же самый, назовем это вымах, разными хватами. И потом просто делаем замок. Смотрим. Важно, что когда вы взлетаете вверх, вам нужно с нижнего поменять на верхний. Смотрите еще раз. Сейчас попробую не менять, а потом поменяю. Можно делать и так, но это не очень удобно. А когда вы будете вылетать еще и менять хват, это как раз вас будет готовить к тому, что в будущем вы еще и ноги туда будете проносить. Когда пробуете такую усложненную вариацию, всегда держите напряженной правую руку. Рука, которая хват не меняет, которая верхним хватом должна быть, очень жестко напряжена. И при этом сустав плечевой не должен быть расслаблен. Всегда тянем себя вниз. Вылетаем, тянем вот так руку, ставим вторую. Вот такое подводящее упражнение. И переходим далее. Переходим к следующему подводящему упражнению. По счету уже третье. Будем делать замок и закидывать одну ногу на турник. Смотрим. Ногу будем закидывать дальнюю. То есть левую я закидываю. Закидываем ее пока что сбоку. Это первая степень, первый уровень сложности. Когда у вас будет хорошо получаться, пропадет страх, делаем то же самое, но ногу уже закидываем. То есть оп под руку. И руку ставим с другой стороны, как будто замочком таким закрыли руку, ногу. Смотрите. Оп. Это уже более сложная вариация. И она вас учит прокидывать ноги, когда вы вылетаете в замке, чтобы потом уже обе ноги проносить. Следующее упражнение. Это мы уже проносим не одну ногу, а сразу две. Вначале, как и в предыдущем подводящем упражнении, пробуем заносить сбоку. А потом, когда у вас будет хорошо получаться, заносим их под рукой. И руку ставим. Показываю. Не очень это удобно. Удобнее, вот это подводящее упражнение удобнее делать с двух верхних. С разнохвата очень сильный вылет получится. Аккуратнее с приземлением. Потому что упражнение уже такое не очень приятное. Но когда вы будете закидывать ноги под руку, будет намного удобнее и приятнее. Смотрим усложнение. Это уже очень крутое упражнение. Его даже можно использовать как отдельный элемент. Все предыдущие подводящие упражнения служили нам для того, чтобы избавиться от страха и немного начать владеть своим телом, так как требует этот элемент. А сейчас мы уже приступаем к изучению самого непосредственного элемента. И делаем предыдущее упражнение, где мы закидывали ноги, обе ноги и ставили руку. Только делаем мах сильнее и уже пытаемся не на подколенки залететь, поставив ноги, а просто вылететь и сесть на вашу пятую точку, либо максимально приближенно к ней. Это уже довольно-таки сложный вариант исполнения, и он очень близко к перелету углом. Возможно, я сейчас не сделаю. Даже я сейчас не буду этот дубль как-то резать. Смотрите. Я красавчик. Вы прошли весь путь изучения этого элемента, и вам осталось совсем чуть-чуть. Элемент на 80% выполнен тогда, когда вы уже сели на турник. Теперь ваша задача просто взять кач еще сильнее, руку, которую нижним хватом сжимать крепче, чтобы не соскользнуть с турника и уже не садиться на турник, а перелететь его, повернуться и резко схватить перекладину. Если вы будете выполнять все эти подводящие упражнения, шаг за шагом у вас должно все получиться. Если у вас что-то не получается, то просто возвращаемся на шаг назад и пробуем по новой. И со временем у вас все получится. А теперь я пробую выполнить перелет углом, беру кач сильнее, смотрим, что выйдет. Ну вот, у вас получился уже перелет углом, возможно, не получился, поэтому специально для вас советы и подсказки по изучению. И первый такой совет – это ищите турник пошире, и такой, чтобы у него не было вот примерно таких столбиков высоких. Если они есть, то не делайте рядом с ними, это опасно. И второй очень-очень важный совет – это когда вы делаете перелет углом, всегда держите руку, которая верхним хватом, в моем случае это правая, напряженной и прямой. Если вы ее согнете, вы стукнетесь вашей пятой точкой об турник. Это будет неприятно, у вас будут синяки, и вообще нам этого не нужно. Поэтому рука прямая, сустав по максимуму толкаем от себя, и на прямой руке пролетаем над турником. Тогда вы не будете его задевать и все сделаете. Всем спасибо за просмотры. С вами был Ефимов Евгений. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жду от вас много крутых комментариев, и сразу же выйдет следующая обучалка на X-вылет, либо лач-зацеп, либо горизонт. Голосуйте, что сделать. Субтитры сделал DimaTorzok